Постапокалипсис. В мире не осталось ни одного дерева, а память о зелёных лёгких планет живёт лишь в рассказах бабушек и дедушек. Таков сюжет любительского фильма «Сохраните лес для своих детей». А что такое лес? Ложись, ложись. Ой, лес. Знаешь, как это красиво было. Кинолента снята режиссёрами-любителями стелестудии «Мост» из Ангарска. Подготовка к съёмкам заняла несколько дней. Мы снимали в подвале. Это было достаточно сложно. С точки зрения света, актёров, нужно было их загримировать, выстроить свет, чтобы это всё смотрелось очень страшно в какой-то степени. Мы не будем знать, что такое деревья, и трудно будет объяснить детям нашим, что такое лес, что такое листья, и как это ребёнок будет воспринимать, если визуального ряда у него не будет. Работу ангарчан по достоинству оценили, и сегодня их чествуют на церемонии награждения победителей 19-го национального этапа Международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз». Организаторы и сотрудники телекомпании «Айс» отмечают, в этом году пришло более 200 работ. Это ленты начинающих режиссёров из Приангария, Красноярска, Крыма, Алтая, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы. На почту ОРГ-комитета приходили фильмы даже из Казахстана и Германии. Первая награда вручается в номинации «Природа и путешествия». Диплом и приз отправляется в Красноярск Максиму Болдуреву. Он снял своё путешествие на Байкал. В номинациях конкурса побеждает 10 режиссёров из Иркутской области. Так лучше всех рассказал о своём любимом городе Наталья Додонова из Иркутска. Фильм «Весна» о том, как нежно просыпается природа, а люди с нетерпением ждут весенней теплоты. Лучший мультипликационный фильм снял Алексей Евдокимов из «Уссолья Сибирского». Главный приз в номинации «Синема» за фильм получает Игорь Шендрик из Устилимска. Кинолента «Друг» показывает жизнь глазами собаки и порой не всегда весёлый, однако со счастливым концом. Самый увлекательный фильм о семье, по мнению жюри, снял Юрий Солодов из Кемерово. Его лента «Большой» посвящена забавной истории жизненного урока для шестилетнего мальчика. А вот главный приз фестиваля остаётся в Иркутске. Гран-при получает Кристина Трофимова за патриотический фильм «Иркутский комсомолец». Как рассказывают участники фестиваля и зрители, «Рыбий глаз» демонстрирует много фантазии, творчества и открывает новые имена в кинематографе. Это возможность человеку сказать что-то про этот мир другим через картинку, через кадр, через свою эмоцию, через свой взгляд на этот мир. Если ты увидел что-то такое особенное, что ты можешь рассказать другим, то через фильм можно это донести, потому что это очень хорошее воздействие на эмоции, и это делает мир лучше. Киноленты победителей, а также ещё несколько работ, будут представлены в Японии на международном финале, где жюри из разных стран выберут лучшие фильмы, которые никого не оставят равнодушными. Туэна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.